Мы не рабы, понимаете? У нас все в этой ситуации возмущается, что нас пытаются просто продать как рабов. Жители уфимской многоэтажки на улице Мингажева говорят, что почувствовали себя бесправными крепостными. Ведь сделанный ими выбор встретил внезапное сопротивление. Мы с собственниками дома решили провести собрание и выбрать управляющую компанию согласно наше законного права. Жители тщательно изучили рынок жилищно-коммунальных услуг. Из множества вариантов они остановились на управляющей компании, чей профессионализм вызвал у них доверие. Мы объединились и выбрали компанию «Поколение». Хотим, чтобы у нас было «Поколение». Жители выбрали нас в качестве управляющей компании, собрали протокол и сдали в Государственный жилищный комитет. Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору зафиксировал выбор жителей. На основании заявления и протокола общего собрания собственников помещений в доме номер 107 по улице Менгажева в городе Уфа включен в перечень домов, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью «Поколение». Казалось бы, выбор сделан. Воля изъявления жильцов оформлена. Однако не все были согласны с таким исходом. Нам на объявление вешают, что мы типа ОРДК «Консалтинг», генеральный директор Равшан. Мы с 1 августа вас обслуживаем, потому что мы вас выиграли по лоту в конкурсе. Гузель позвонила по указанному номеру. Разговор получился коротким и лаконичным. Женщина поведала представителю РДК «Консалтинг», что жильцы уже выбрали управляющую компанию и в их услугах не нуждаются. А что он мне сказал по телефону? Ой, нам больно-то и не нужно было, нам тут упало 50 домов, поэтому нам это роли не играет. Положил трубку и исчез. Но отступление оказалось ложным, говорит наша собеседница. Когда управляющая компания, выбранная жильцами дома, приступила к его приемке, объявился сотрудник РДК «Консалтинг». И начал судорожно нас атаковать, типа, нет, вы наши, дом наш, вел себя не особо адекватно. Успокоить внезапного визитера удалось только продемонстрировав приказ Госкомитета, говорит Гузель. Документ фиксируют, сделанный в пользу управляющей компании поколения выбор жителей. Но это была не последняя встреча. Проживающие в доме люди предоставили нам видео очередного инцидента. Увидела открытый подвал. У нас подвал всегда закрытый. Спустилась вниз, сидят четверо мужчин на четвереньках. И вот таким ключом бьют по трубам. Я попросила их покинуть. Мужчины не спешили исполнять ее просьбу, говорит наша собеседница. Но женщина проявила настойчивость. Начали сопротивляться, причем в нагло сопротивляться с выражением «дом наш». Я их вытолкнула сюда. Объявилась управляющая компания РДК. Начала мешать нам управлять домом. Взламывают замки. То есть мешать управление домом, подготовке к отопительному сезону. И вдруг, совершенно неожиданно, недавно мы узнаем, что какая-то другая компания претендует на обслуживание нашего дома. Ни с того ни сего. Раз, и нам какую-то другую компанию. Иначе бы люди не вышли, иначе бы люди не возмущались вот этим. Наша редакция обратилась за комментарием в мэрию города. Там подтвердили, что конкурс действительно был. В связи с признанием УЖХ Кировского района Уфы банкротом, жилые дома, которые находятся под его управлением, были исключены из реестра лицензии. Был объявлен и проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации. В то же время у собственников оставалось право самостоятельного выбора управляющей компании. Решение о включении вышеуказанного жилого дома в реестр лицензии иной управляющей организации на основании протокола общего собрания, принято Госкомитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Не согласившись с данным решением, РД Консалтинг обратилась в суд. РД Консалтинг требует башкирскую эфемиду признать приказ Госкомитета недействительным. Это тот самый документ, который фиксирует, что жители дома на улице Мингажева сделали выбор в пользу УК «Поколение». По просьбе истца до разрешения спора суд приостановил действие приказа. Жители дома негодуют. Мы выбрали компанию «Поколение». Мы все за это голосовали. Выбор у нас за жильцами, за собственниками. И вдруг появляется человек, который говорит, что на законном основании он теперь является обслуживающей компанией. Нам удалось дозвониться до руководителя РД Консалтинг и задать интересующие нас вопросы. Скажите, пожалуйста, вы приступали к каким-то работам по обслуживанию данного дома? Да, конечно. С жителями, самое главное, вы подписали договоры? Да, конечно. Можете сказать, сколько примерно в процентном соотношении уже подписан договор? Ну, больше 50%. Вот только жители, с которыми нам удалось встретиться, ни разу не видели, как сотрудники РД Консалтинг обслуживают их дом. Кроме того, ни один из присутствующих не подписывал договор с этой организацией. А людей было немало. То есть, я так понимаю, что ваши личные траты, ваши личные вложения на это для вас главнее, чем воли жителей? Причем здесь главнее, не главнее. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью. Вы слышите об этом? В управлении, эксплуатации, жилищным фондом. Я предприниматель. Но сейчас вопросы этики будем обсуждать. Первое заседание по иску РД Консалтинг пройдет 31 августа. Наша съемочная группа собирается его посетить. Мы уже связались с пресс-службой арбитражного суда Башкирии по этому поводу. Жители дома также намерены явиться в суд. Иначе опять посчитают, что это не решение жильцов, а это какой-то непонятный документ. Мы не рабы, рабы не мы.